Духовное решение проблем в семье Тем меньше проблем Межконфессиональные браки У меня сейчас лечится одна девушка У нее одна вера, у мужа другая Она мне говорит, что делать? Я говорю, жить Жить Она говорит, а как жить-то? Я говорю, хорошо жить Хорошо Потому что ведь в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что мы ненавидим другую веру Ненавидим Знаете, она последовала моей рекомендации Начала просто заботиться о муже И изучать его веру Изучать веру Что значит изучать? Ходить в храм его не как насилие А изучать А может там тоже Бог есть? Вот как-то ходить изучать, что там святость Знаете, какой результат? Результат такой Я люблю молиться в своей традиции духовной И люблю ходить на программы Своего мужа Потому что я поняла, что там Бог тоже есть Но мне нравится вот так молиться А там А мне мой муж тоже нравится Потому что у него тоже есть Бог в сердце И мне нравится его тоже традиция Но вот молиться мне нравится так, как мне нравилось Понимаете, это уже не поменяешь Вот если Бог сел в сердце определенным образом Это уже не поменяешь А если у мужа другая вера Изучай ее Пытайся понять ее чистоту Когда поймешь, она тоже тебе в сердце зайдет Потому что знаете, кто такой муж? Муж, это и есть его вера Некоторые думают, что муж, это тот, кто сексом со мной занимается Нет, вы ошибаетесь Муж, это тот, кто имеет корень сердца А человек в корне сердца имеет веру Когда девушка вышла, допустим, она христианка Он мусульманин, допустим Зачем ты за него вышла замуж? Это значит, что тебе нужно мужа с таким корнем сердца по судьбе И когда ты это принимаешь Ты любишь его веру и молишься в своей Все, проблем нет Все успокаивается, становится все хорошо Почему же все-таки есть проблемы? А потому что мы не даем права Богу решать Как он будет с другими людьми строить свои отношения Мы считаем, что Бог может только там быть, как я верю Понимаете? Мы не даем Богу права как бы любить других людей Других национальностей, других культур, других вер Не даем ему права Мы говорим, мы считаем, что только так можно строить с Богом отношения Что это значит? Распространение эгоизма также на веру А почему это Бог не имеет права сделать так, чтобы в Него верили люди Имеющие разную природу, разную культуру, по-разному Почему бы им вот так не верить, как они хотят? Ведь смотрите, разные веры, они имеют разный вкус И человек не может себе другой вкус иметь Если у него вот такой вкус отношений с Богом Я разок один фильм смотрел Джадхай и Акбар Посмотрите, это такой интересный, важный фильм Там Акбар это такой удивительный царь Возвышенный в Индии Он мусульманин И он всю Индию завоевал Знаете почему? Потому что он никого не репрессировал Никакие веры Он любил любые духовные традиции Какие есть Ну он считал, что он должен быть правителем Так, в общем-то, считает любой правитель Это нормально Итак, смотрите, интересная вещь Он взял себе жену, очень возвышенную женщину другой веры И дал ей возможность сделать алтарь другой веры у себя во дворце Его все приближенные, которые имели вот сектантское настроение Просто возненавидели А он доказал им, что она имеет право на свою веру Так же, как любые народы, которые живут в Индии На свою веру Понимаете? Вот посмотрите И в этом фильме я увидел, как суфии танцуют Это необыкновенное зрелище Они вот так крутятся Вот так вот И погружаются в отношения с Богом в танце Вообще это просто удивительно Ну просто как вариант Мы много видели одних вариантов Можно посмотреть на другие Для общего образования не помешает А так же не помешает узнать, как люди иногда относятся к другим традициям духовным Очень полезно Если об этом узнать, то, наверное, не останется войн на земле Потому что самые кровопролитные войны были из-за разницы в вере Из-за идеологических вот этих различий Внутренних, глубоких